Мужик в тюрягу попал, оглядывается, потом сокамерником выдаёт. Скучно у вас тут, братва, меня вот в тюрягу две тёлки провожали. У одной титьки во, у другой задница во. Тут с нарпохам приподнялся и говорит. На себе не показывай, примета плохая. Две женщины идут по рынку, одна другой говорит. Ума не приложу, что подарить мужу в год быка. Мужик из-за прилавка. А подарите рога, я, кстати, спец по установке. Муж возвращается домой ночью пьяный. Пытается нащупать выключатель на стене спальной. Жена лёжа в постели, пытается помочь ему. Правее, выше, ниже, да нет, левее, вот-вот, ещё чуть правее. Из-за стены слышит голос тёщи. Дочка, да не мучай же ты мужика, возьми рукой. Сын спрашивает у отца. Папа, она затронет финансовый кризис? Нет, сынок, финансовый кризис затронет тех, у кого есть финансы. А нам просто жопа. Учитель объясняет ученикам правила хорошего тона. По лестнице мужчина всегда идёт перед дамой. А знает ли кто-нибудь из вас, почему? Руку поднимает Вовочка. Потому что дама не знает, на каком этаже он живёт. Решил Степан проучить свою жену. Подвёл её к ограде, к быку-осеменителю. И говорит, повернись к нему задом и нагнись. Дорогой, ты уверен, что мне это нужно делать? Уверен. Жену немного насторожила такая просьба мужа. Но всё же решается. Бык с интересом начал подходить ближе к ограде. А теперь пошевели бёдрами. У быка же глаза покраснели от такой картины. Степан заталкивает жену к быку и говорит. А теперь объясни ему, что у тебя месячный, что голова болит.